Чуть больше недели прошло с первой проверки предприятий торговли общепита и рынков. Тогда проведенный рейд показал, что ни один из пунктов требования антитеррористической комиссии выполнен не был. Напомним, что три недели назад на заседании комиссии руководители рынков обязали расчистить мусорные завалы и освободить проходы для покупателей, обеспечить на своих территориях громкую связь, наглядную агитацию по эвакуации, включая инструкции для персонала на случай чрезвычайных происшествий. 22 ноября заместитель города по территориальной безопасности Николай Турапин и представители правоохранительных органов провели очередной рейд. Первым было проверено кафе у Павла. Неделю назад здесь царила полная антисанитария и его тут же закрыли. Сегодня стало заметно, что работа ведется, проводку внутри помещения поменяли, из прихожей убрали одежду и запчасти, но на кухне по-прежнему было грязно. Затем проверка прошла на рынках по улице Ашхабадская. Как выяснилось, было сделано не все. Купили ленточку, сделали наглядную агитацию по эвакуации, инструкции по антитеррору, громкоговорящую связь. А спецсредства, которыми дорогу перекрывают, не приобрели. Такая же ситуация сложилась и на соседнем рынке. Потом комиссия посетила рынок Аксай на южной стороне Реутова, где проверка прошла впервые после заседания. Работа здесь идет более интенсивная, чем на других предприятиях торговли. Здесь план схемы эвакуации на случай каких-то ситуаций. Это инструкция инспектора рынка на случай, опять же, чрезвычайной ситуации. Это у нас внутренняя связь. Во всех павильонах мы слышим. В связи с угрозой проведения террористических актов в Москве и Московской области просим проявить бдительность. Николай Турапин решил провести на этой неделе третью, последнюю проверку. И если на этот раз не будут выполнены все предписания администрации города, к нарушителям будут применены самые жесткие санкции. Почему все пригородные лесопарки завалены металлоломом и покрышками, а завод по утилизации этих останков использует свои мощности только на 15%? Ответ на этот вопрос в репортаже Евгения Лозовик. Вопрос процесса сбора, утилизации и дальнейшей переработки транспортных средств Подмосковья сейчас наиболее актуален. Бизнесмены утверждают, что если задаться целью, то с одного гектара улиц подмосковных городов, фабричных свалок, с территории автопарков и военных частей ежегодно можно снимать богатый металлический урожай по нескольку сотен, как цветного, так и черного лома. Проблема заключается в том, что за сдачу своих автомобилей в металлолом владельцам приходится платить, поэтому многие стали просто бросать их на обочинах дорог. Губернатор Подмосковья Борис Громов оценив сложившуюся в области ситуацию, поручил Министерство транспорта разработать реально действующую программу сбора и утилизации транспортных средств. На базе крупнейшего производственного комплекса «Фтормединвест» специалистам удалось построить модель системы утилизации. Закладываем основу региональной системы сбора и утилизации автомобиля. Она будет заключаться примерно схематично так. Где-то, наверное, порядка 9-10 межрайонных пунктов сбора, межрайонных, да, которые будут заниматься серьезным рециклингом, то есть, а это, которые будут базово поставлять отработанные стекла, шины, аккумуляторы и так далее, и так далее. И районные пункты сбора, да, районные пункты сбора, они могут быть, вот их там, у нас есть 73 муниципальных образования, вот их могут быть 73 этих пунктов сбора вот этих вот автомобилей. Далее министр отметил, что, к сожалению, отсутствует законодательная база. Например, одним из главных вопросов является взаимоотношение администрации с владельцем брошенного автомобиля. Необходимо разработать законы правомощности сбора такого металлолома. Правительство предлагает создать такой закон, по которому фирма, принимающая металлолом, будет платить определенный процент владельцу автомобиля. Предприятие «Фтормединвест» было построено в начале 80-х годов. Оно имеет пять цехов линий, которым были подведены железнодорожные ветки. В суммарном плане оно должно было перерабатывать до одного миллиона тонн металлолома в год. То есть 50 тысяч тонн в месяц. Сегодня мы, к сожалению, еле-еле, так сказать, собираем 5 тысяч тонн в месяц. А металлургические комбинаты, с которыми мы сотрудничаем, готовы принимать у нас и 10, и 15, и 20 тысяч тонн в месяц. Сейчас завод работает в новых условиях рыночной экономики. Технология отработана согласно последним требованиям. Старые автомобили буквально разбирают на все составляющие. Снимаются колеса, вытаскиваются аккумуляторы, сиденья, режутся кузова. Утилизация автотранспорта в нашей стране – дело не только благородное, но и прибыльное, как для самих предприятий «Фторчер-Мета», так и для всего государства в целом. Подмосковье подлежит утилизация около 150 тысяч транспортных средств. Кроме того, при эксплуатации транспортного комплекса образуется более 50 тысяч тонн отработанных автомобильных масел, 3000 тонн технических жидкостей, 10 тысяч тонн отработанных аккумуляторов. Только 5% от этого количества подвергается вторичной переработке, а 95% вывозится на свалки. При этом в 10 российских регионах Московской области действуют крупные предприятия по переработке указанного сырья, но загружены эти производства на 10-15% своих мощностей. Кроме того, директор предприятия рассказал, что сейчас закуплена специальная техника, так называемая экологическая скорая помощь. Передвижные бригады специалистов выезжают по заявкам в города Подмосковья и забирают с улиц весь металлический хлам и старую технику. Одновременно из ворот нашего предприятия в разные концы Московской области будет уезжать как минимум 5 таких бригад ежедневно. Я надеюсь увеличить поставки автотехники, поставки металлолома примерно в 5 раз. За рубежом автомобильные концерны уже возводят утилизирующие производства по масштабам, сопоставимые с гигантскими сборочными конвейерами. Ведь, как ни парадоксально, но утилизация – это тот же процесс сборки, только в обратном порядке. Вчера на кольцевой автодороге перед рестораном «Бахус» водитель на марке, не справившись с управлением при выполнении маневра, вылетел с автострады. Итог данного ДТП – смерть водителя и тяжело раненый пассажир. Уважаемые автовладельцы, время летать закончилось. Будьте осторожны при управлении автомобилем.